Приветствую вас и, вы знаете, есть у меня вот такое ощущение, да, что вы не доиграли. Есть у меня такое ощущение, что вы не доиграли в своем детстве, что родители, видимо, действительно вас вот кормили, поили, так, все для вас они делали и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Но, они не дали вам возможности доиграться, то есть они не позволили вам, ну, скажем так, полноценно побыть ребенком. Они не позволили вам быть ребенком, они не позволили вам, значит, как бы вот наиграться вдоволь. И из-за этого, как видится мне, по этой причине, вы и не хотите сейчас зашлить. Вот. Ага, и поэтому я думаю, именно вот по этой причине, вот именно по той самой причине, что вы не наигрались, не доиграли. Мне видится, значит, ну, собственно, то, что вы сейчас не хотите быть каким-то вот, знаете, взрослым. Вы не хотите быть ответственным за себя. Вот. Поэтому, поэтому, я полагаю, что это первое. Доиграть. Полагаю, что это первое. До развиться именно в плане того, чтобы ребенок, да, то есть позволить себе быть ребенком. Это первое. Значит, второе. Вы говорите, хочу убрать эту спечку, значит, суету этого внутреннего ребенка, страх и лень, и вообще что с этим всем делать. Здесь, во-первых, нужно понять, что ваши родители либо были очень сильно от вас отстранены, ваши родители, либо, если они не были от вас отстранены, то они были чрезмерно авторитарны. И из-за этого, из-за того, что они с вами так свидетельствовали, вы не научились, вы не умеете потихонечку, полигонечку, постепенно, постепенно брать на себя ответственность. Я лишь только задам вам некоторые вопросы, на которые вам, ну, нужно постараться ответить, чтобы понять, в каком направлении двигаться, да. Значит, первое. Это, вот, вы говорите, что я работаю, значит, так, вы говорите, что, да, я работаю и живу отдельно. Вот, вы работаете кем? Это первый ваш вопрос. Вы на работу пошли зачем? Это еще один, тоже важный вопрос. То есть, для чего вы пошли на работу? Для чего вы, ну, может быть, учились на своем специальном стадии? То есть, с какой целью? Скорее всего, вы это делали по настоянию своих родителей. Скорее всего, вы поступали так именно потому, что это было нужно вашим родителям. Скорее всего, вы поступили учиться и пошли на работу, потому что родители говорили вам, что это правильно, что вот так, собственно, вообще должно быть, и вы делали это для них, для своих родителей, по сути. И получается, что вы делали вот эти вещи для родителей, получается, да, и вы эти вещи делали для родителей. А для себя-то вы, выходит, не делали ничего. К себе-то вы не прислушивались, как бы о себе-то вы, получается, не думали. Чего вы хотите, вы на это, ну, как-то вот не обращали внимания, что нужно вам, для чего нужно вам. Родители всегда все делают, родители всегда все решат. И, скорее всего, родители также не позволяли вам быть тем, кем вы хотели быть. Родители не давали вам этого, родители запрещали быть вам тем, кем вы хотите быть. Вы знали, что для того, чтобы быть тем, чтобы, ну, как-то вот себя, значит, реализовать, да, вам нужно быть именно тем, кем хотят видеть вас ваши родители. И все. И все. Больше у вас, скорее всего, не было никаких, вот, ну, представлений, да, о том, как вообще надо, как нужно, как правильно. Ну, естественно, из-за этого и возник ваш страх, и, естественно, вы боитесь жизни, там и старайтесь, да, или с вами, в процессе общения с психологом, при воссоздании ситуации, при терапевтических беседах, вы будете сталкиваться с ситуациями такими, когда нужно будет вам делать выбор. То есть, не кому-то, вот, не кому-то, ага, помимо вас делать выбор, да, а именно вам. И вот, когда вам придется делать этот выбор, вы постепенно, 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 постепенно будете, значит, учиться выбор этот делать, ну, как-то, вот, самостоятельно, как-то, вот, значит, наш, значит, своими силами, как-то вы будете учиться уже, как-то, чтобы вы, ну, как-то, вот, знаете, чтобы вы сказали, как вы общаетесь со своими друзьями. То есть, как вот вы их, например, позиционируете, как вы устраиваете с ними отношения, какие они, эти самые отношения, именно с друзьями. Я вот думаю, что это очень важно на самом-то деле, потому что, вот, проблема, проблема, она именно в вашей социализации, на самом деле, проблема именно в вашей социализации. То есть, когда, когда, если вы проблему своей социализации решите, то есть, когда вы научитесь выстраивать хорошие, адекватные отношения с другими людьми, тогда проблем у вас тут же не будет, абсолютно, потому что вы найдете себя. Но для этого надо определить, сперва, ваши интересы, ваши ценности, где вообще вы во всей этой ситуации. Потому что вы, знаете, вы даже в вопросе своем, вы говорите о том, что я хочу подрослеть, но я хочу убрать этого внутреннего ребенка. Но при этом, при этом, вы говорите, что у меня нет этого желания. Да, то есть, даже нет, у вас есть противоречия. И первое, что я вам хочу сказать, то, что вы уже подросли. То есть, знаете, ребенок, он никогда не понимает, что у него есть внутри, внутри ребенок. Он этого, он не отдает себе в этом отчета. Для ребенка, для ребенка, для ребенка, его восприятие себя, ребенок себя воспринимает, как бы, целостно. То есть, ребенок не расщепляет себя, как личность, ребенок не может видеть себя как-то вот, ну, по-другому. Для него это невозможно, для него это нереально. Вы это делаете, значит, я полагаю, что ситуация такова, что, значит, вы уже не ребенок. Это совершенно точно. Точно. Вот. И после этого вам остается только теперь принять тот факт, что, значит, есть вещи, которых вы боитесь. И в первую очередь, это попытка, попытка, постоянное стремление обрести кого-то, на кого отрезать. Потому что вырастили вас, вырастили вас, именно вот так, то есть, как того, кто сам, ничем не станет. Вас вырастили как человека, который не способен сам что-либо сделать. И только лишь в результате, вот, вот, значит, работы вы сможете это исправлять. Найти себя, найти себя, учиться, точнее не учиться даже, а привыкать. Именно привыкать, то есть, вводить в свою норму, значит, опору на выбор, опору на свой собственный выбор, опору на свое собственное мнение. Не на мнение других людей, а именно на свое собственное мнение. То есть, это вот такой процесс, который, к сожалению, никак не может быть быстрым, к сожалению, это процесс, который требует определенных заплат, временных и психических, вот. Но, по-другому, по-другому просто невозможно. Ваша проблема, она по-другому не решается. То есть, надо понимать, что вы уже какое-то время жили вот так, то есть, ну, вот, в таком вот состоянии, да, в такой, значит, позиции и так далее. Вы уже какое-то время так жили, и сразу избавиться от подобного возможности, к сожалению, вас нет. Это только нужно переучиваться, переправляться, а для этого необходимо вам, во-первых, заново вновь в сердце человеку поверить, то есть, необходимо, вот, именно вам необходимо, именно вам необходимо вновь с человеком близиться, вновь, как бы, поверить кому-то. И уже после этого, чтобы этот человек, в данном случае я говорю про психолога, чтобы этот человек вас заново воспитал, так вот, постепенно помог найти себя. Да, вот, вот, воспитал это, не знаю, с кем, правильно, формулировка, вот. И вот тогда вы уже не подрослете. То есть, знаете, процесс взросления, это не какой-то скачок, сразу, вперед. Процесс взросления, это постепенный процесс, и вам нужна помощь в нем. Вам нужна помощь в помощи. Так, вот вы говорите, что мне непросто придется больше работать, мне это будет ответственность за себя и за финансирование, мне непросто придется больше работать, я очень устал, поэтому я так же, невероятно, буду переживать о деньгах, когда они, значит, закончатся. Вопрос. От чего вы устали? То есть, вот, от чего вы устали? Понятно, что сейчас, в данном случае, и, понятно, что сейчас, вот, в данной ситуации, вам не имеет, конечно, смысла сразу, например, бросать себя в ответственность, сразу бросать себя туда, туда, где вам будет тяжело, с заветом. Это понятно. Нужно найти вам точку комфорта, зону комфорта. Ну, например, опять же, опять же, допустим, с психологом. Вот, та самая лучшая зона комфорта, в данном случае, это с психологом. Значит, зону комфорта с психологом вы найдете, нашли бы, увидели бы ее, эту зону комфорта, и в ней, в этой зоне комфорта, начали бы себя увидеть по-другому, как бы, в других аспектах, как бы, по другим ракурсам. Значит, вот это, пожалуй, то, что является для вас, ну, наиболее важным. Именно вот, если мы говорим о том, как вас, значит, сделать так, чтобы вот вас не, не, ну, не беспокоило, не беспокоило постоянно нервное переживание там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что, примерно, таким образом, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. если у вас остались вопросы, значит, пишите в личку, буду рад вам помочь. А если что-то непонятно из моего ответа, также пишите мне в личку, я вам постараюсь помочь, объяснить все, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!